Сегодня 11 мая. Я еще 8 посадила картошку на грядку. Меня в комментариях спрашивали еще видео на тему, как посадить картошку. Я делала грядку, подготавливала ее. Надерну, настелила салон. Трава сухая, которая здесь сухостой растет, я ее скосила, собрала и прямо надерну, настелила этой травы. Сено получается, старое такое. Потом в деревне это называют ручеек. У них дорожка между грядками и ручеек. Вот такой ручеек. На две лопатки выкопала. И насыпала с этой дорожки, насыпала сюда землю. Вот эту землю посадила картошку. Вот она у меня, картошка с такими растами, уже проросла. Я ее обязательно всю обсыпаю золой. Она очень любит, когда золой ее обсыпешь. И растами вниз я ее сажу в землю. Получается, она сама себя окучивает. Присыпала земелькой. Немножко, чтобы мыши просто ее не растаскали. И накрыла, опять же, хорошо сухой травой. И вот это она до всходу. Я ее накрыла материальчиком черненьким, чтобы она грелась, так ей очень тепло здесь. И вот я эту всю грядку доставила. Получилась теплая грядка. И вот так потихонечку буду обрабатывать. Копать эти ручейки. Но здесь уже сажать, конечно, я не смогу. Уже не успею, наверное, потому что у меня еще там огород перед домом. А тут буду точно так же на дерн выкапывать эти ручейки, кидать землю. И в эту землю буду сажать овес. Ну и так за лето по культуре огород. На следующий год уже можно будет что-то сажать. Вот такие картофельные улетки. Я вот с ними еще здесь посадила картофель. Копилась теплица вот такая же грядка. Одна грядка и вторая. По такому же принципу. Под сеном земля. Копалась между грядками такой. И здесь картошечка. Я уже не буду ее доставать, чтобы грядка. Здесь земелькой присыпалась. И сено сверху. То есть вот такая красивая теплая грядка. Бутерброд такой. Дерн, потом сено. Потом земли немного. А потом опять сено. И здесь так же. Здесь клубничка уже пошла. Принялась. И пошла красавица. Даже если она тут обнимала. Тепло у нее здесь хорошо. Так себя чувствует в теплице. В теплице тепло. Перчик уже высадила в теплицу. Помидорчики уже высадила. Помидоры уже окреплены.